Всем привет! Это первое видео в новом году, и сегодня мы снова отвечаем на вопросы подписчиков, которые пришли в моём блоге ВКонтакте. Ссылка на блог будет в комментариях. На него я советую подписаться, если вас там ещё нет. А также, прежде чем начать смотреть мои долгие разговоры, я призываю вас поставить лайк этому видео, чтобы его увидело побольше людей. Ну что, теперь начинаем. В этот раз вопросов много, поэтому я не знаю, сколько это всё будет длиться, но я постараюсь ответить на всё, что мне прислали. Первый вопрос был про то, в каких странах я хотела бы побывать, кроме тех, в которых уже была. Это очень сложно, потому что, мне кажется, наверное, если бы у меня было много денег, я бы устроила себе какое-нибудь кругосветное путешествие, почему бы и нет. На самом деле... Нет, ну у меня есть два таких совсем незакрытых гештальта в виде Норвегии и Китая, хотя бы потому, что я знаю эти языки, но я не была в этих странах, и это как-то прискорбно. Обидно вообще. С Норвегией пока всё сложно, с Китаем чуть попроще, и, возможно, этим летом я даже туда соберусь. Но это пока всё на стадии очень приблизительного планирования, поэтому никакой конкретной информации у меня пока нет. Но, по крайней мере, есть какие-то шансы. А так, наверное, я бы съездила вообще куда-нибудь подальше, типа какой-нибудь там Индонезии, например. Можно даже в Австралию бы замахнуться, если когда-нибудь это станет дешевле, или если я когда-нибудь разбогатею. В Южную Америку, ну, в общем-то, те континенты, на которых у меня не было, их пока больше, кстати говоря, поэтому планы можно строить какие угодно, в принципе. Ну, и поскольку я начала что-то там делать с португальским языком, я начинаю ходить в Португалию, естественное дело, но туда тоже. Я ради интереса тут недавно посмотрела билеты, и они меня не впечатлили, мягко говоря. Следующий вопрос был про то, как я стала преподавать, и почему немецкий. Ну, почему немецкий, мне кажется, я когда-то уже здесь рассказывала, так что, если вы знаете эту историю, можете промотать пару минут просто. Ну, в общем, вкратце, это всё началось с того, что, когда в школе я занималась вокалом, я нашла роман с Шуберта, который я захотела выучить. Мой тогдашний преподаватель знал немецкий, но, как бы, учила-то я всё равно сама. И вот я помню, когда я сидела и пыталась как-то вбить себе в голову текст с кучей длинных слов, как назло. То есть, вот это была типичная иллюстрация того, что немецкое слово занимает полстрочки. И вот это было очень тяжело. В итоге я, конечно, потом спела это всё, потом я нашла ещё романсы, которые захотела учить. Ну, а следующим этапом было осознание того, что так дальше жить нельзя, надо учить немецкий. То есть, в принципе, толчком вот стала эта вся классическая музыка. И, наверное, не знаю, если бы не она, пришла бы я к этому или нет. Может и да. Возможно, я бы просто встретилась с ней позже, когда уже училась в университете. Тут очень сложно уже сказать, но вот с этого всё началось. И, ну да, естественно, до той поры я была тем человеком, который считал, что немецкий это ужасно, немецкий учить не надо, и вообще языки учить не надо. Ну, вот потом что-то повернулось и пошло не так. И вот уже сколько там, 9 лет идёт. 10 уже, слушайте. 24-й год. Да, 10 лет в этом году будет в моей языковой деятельности. Ну, это был кошмар. Преподавать я стала, ну, мне кажется, когда ты связываешься с языками, ты в какой-то момент осознаёшь, что у тебя, в принципе, есть два пути, чтобы они тебя кормили. Это или преподавание, или перевод. В моём случае сработала первая, потому что преподавать я начала раньше, чем поступила на какое-то филологическое образование. То есть я училась там где-то на старших курсах музыкального факультета. С музыкой работать в моём случае было довольно непросто, ну, и оно и сейчас так. Поэтому начала работать языками. Я помню, что первые ученики у меня были даже не по-немецкому, а по-итальянскому, потому что его я тоже учила примерно в те же годы. Потом вот стала брать немецких, и, конечно, сейчас, оградываясь назад, я понимаю, что какие-то уроки можно было делать и не так. Так, чтобы вы понимали весь масштаб катастрофы, у меня хранятся все материалы, которые я создавала, вообще, вот, начиная, там, с первого преподавательского дня. Я ничего это не удаляю, у меня это всё лежит огромным архивом на компьютере, и я иногда смотрю на эти файлы, которые я писала, там, на заре учительской деятельности, и мне становится немножко страшно. Но, тем не менее, я очень рада, что всё равно получались работать, получались результаты, были довольные отзывы. И тогда, конечно, я ещё никаких курсов не писала, ничего этого не было, просто были индивидуальные занятия. Я вот начинала разрабатывать какие-то пособия для чтения художественных текстов. Вот, наверное, так. Следующий вопрос поставил меня в некую задумчивость, потому что меня спросили, какой язык из неиндоевропейских и несемитских я хотела бы ещё выучить. Сложность в том, что один такой у меня есть, это китайский. А вот ещё что, я даже не знаю, потому что так уж как-то получилось, что индоевропейские языки — это огромный просто пласт языков. И, наверное, всё, что могло бы меня заинтересовать, оно лежит где-то в нём. Ну, из семитских у меня есть иврит, и больше я точно ничего не хочу. А вот из всяких других, ну, я прям даже не знаю. Наверное, вот прямо сейчас никакой. Дальше посмотрим, потому что, кто знает, я уже ни от чего не зарекаюсь в этой жизни. Когда-то начинала японский, но меня надолго не хватило. Может быть, когда-нибудь я дам ему второй шанс, но не уверена. Дальше был вопрос про... там была целая серия вопросов про изучение языков и шрифт Брайля. Значит, начнём, наверное, с того, что меня спросили, нужен ли вообще Брайль или изучение языка, или можно прожить без него. Мне кажется, тут нет однозначного ответа, потому что каждый человек привык делать это по-своему. Мне, например, не нужен. Причём это не значит, что я его не знаю, там, или что-то. Нет, я могу совершенно спокойно читать по Брайлю по-немецки, если это не краткопись, которая у них очень популярна. Я могу читать, ну, итальянский, понятное дело, английский. Вот это всё без вопросов. Ну, я думаю, что испанский тоже, потому что там навряд ли есть что-то специфическое. Но на постоянной основе я им не пользуюсь. Если у меня как-то всё перешло в электронный формат, и мне хорошо. У меня нет цитратки со словами, например, там, или с грамматикой, ничего этого у меня нету. Но я знаю людей, которые без этого не могут, и, ну, да, им без Брайля сложно, они учат алфавит соответствующего языка и на нём всё записывают. Другой вопрос, что не для всех языков это, в принципе, годится. То есть какой-нибудь там китайский Брайль, он абсолютно непригоден для использования иностранцами. Он просто не предназначен для этого, и я не вижу большого смысла его учить. Не могу сказать про индийские системы Брайля, хотя я их видела. Но мне кажется, там хотя бы есть какая-то логика, и, наверное, если их освоить, то и не можно успешно записывать слова. И всё будет нормально. Но вот просто мне это как бы не сильно надо. То есть если действительно встанет вопрос о том, что надо что-то читать по Брайлю, ну, я открою Википедию, посмотрю, какая комбинация точек, какую букву обозначает, ну, и как-то это запомню. Специально на нём писать нет. Ну, и отсюда же вопрос про... Нужен... Помог бы ли мне Брайлевский дисплей? Это такая штуковина, которая присоединяется к компьютеру, и всё, что написано на мониторе, она переделывает в шрифт Брайля и выводит на своём таком типо дисплее, равном одной строчке. И чтобы прочитать текст дальше, соответственно, нужно эту строчку постоянно там перемещать. Честно говоря, я никогда себе такую штуку не хотела. Я знаю, что её даже сейчас можно получить от государства, но мне как-то она не нужна. Возможно, если бы я работала каким-нибудь, не знаю, там даже кем, корректором или там редактором огромного количества текстов, вот тогда, наверное, она бы пригодилась, потому что это быстрее, чем делать эту работу с говорящей программой компьютерной. Следующий вопрос очень провокационный, потому что когда индолог спрашивает тебя о том, какие ещё индийские языки у меня есть в планах и есть ли вообще, тут как-то надо так аккуратно отвечать. Ну, давайте, да, для наших зрителей я скажу, что у меня уже есть, у меня есть на каком-то непонятном уровне бенгальский на начальной стадии санскрит. Что ещё к этому добавить? Ну, надо добавлять хинди, это точно, потому что без него картина неполноценная. Но на самом деле я когда-то его начинала, где-то месяц чего-то там поучила, это было ещё до того, как меня окончательно затянуло в индийские языки. Но в этом году весной я надеюсь, что запустится курс от Петербургского университета онлайн. И поскольку я знаю людей, которые этот курс создавали, конечно же я не смогу пройти мимо него. Этому очевидно, что весной один индийский язык таки у меня добавится. Дальше не знаю, буду ли я пробовать более, скажем так, экзотические, непривычные языки вроде дравидийской семьи. Не уверена. Опять же, мне кажется, это очень сложно, я не вытяну. Но посмотрим. Может быть, лет через несколько можно будет и попробовать. Ну и, собственно, следующий вопрос, в принципе, в какой-то мере продолжает тему, которую я тут затронула. Это про то, на каком уровне у меня мои текущие языки. С этим всё сложно, потому что я не сдавала ни одного экзамена. Это во-первых. И не получается всё поддерживать постоянно. Там регулярно все языки. Это во-вторых. Но у меня есть немецкий, по которому в университете мне приписывали Ц1. Я думаю, что, наверное, всё-таки он есть. Хотя, опять же, документально ничем не подтверждён. У меня есть средний китайский. Давайте так. Я не буду равнять всё по европейской шкале. Во-первых, потому что к восточным языкам это вообще слабо применимо. А во-вторых, потому что иногда сложно оценить объективно по всем параметрам. Потому что какие-то навыки бывают сильнее, какие-то слабее. На каком-то среднем уровне болтаются итальянский, испанский. Норвежский, по которому летом добрые носители говорили мне, что я пишу тексты на уровень B2, хотя я понимаю, что на таком уровне я могу писать только на те темы, которые мне близки. И знакомые, по которым я имею много чего сказать. И опять же устного у меня этого уровня нет. Есть ещё какой-нибудь начальный французский, который в пассивном состоянии явно сильнее, чем в активном. Потому что понимаю я на нём побольше, чем могу сказать. Ну и с восточными языками вообще всё сложно. Поэтому я даже не знаю. Ну вот, я сдавала экзамен на уровень B2 по ивриту. Результаты будут летом, поэтому ждём. Может быть, у меня его и не будет. А может и будет. Посмотрим. Следующий вопрос у нас про то, как запоминать слова, которые написаны не латиницей и не кириллицей. Тут мне, наверное, сложно ответить, потому что у меня-то получается так, что мне не надо учить сами непосредственно символы, которыми записываемся слова. Мне не надо учить, как они выглядят. Но я понимаю, что действительно, когда у тебя слово, которое написано не пойми чем, то, наверное, в голову оно влезает сложнее. И, наверное, это просто дело привычки. То есть должно пройти какое-то время, чтобы тот факт, что слово написано на чём-то странном, не вызывало удивления. И чтобы босс к этому привык и как-то принял эту письменность. Я всегда обычно шучу, что вот очень многие страдают от китайского, потому что там иероглифы. А мне вот иероглифы учить не надо, мне уже легче. Поэтому можно считать это бонусом, хотя я, конечно, не знаю, нет, не пожелаю такого бонуса. Следующий вопрос. А то, что мне больше всего нравится в языках, какие аспекты? Знаете, наверное... Ну, это фразеология. Это, во-первых, по постам, которые я пишу у себя в группе, мне кажется, можно понять, что животные забирают огромную часть вообще всего моего контента. И действительно, да, мне нравятся вот эти все устойчивые выражения, мне нравятся всякие отражения звериных образов в каких-нибудь там сказках, мифах, чем-то еще. Песнях почему бы и нет. Текстах просто каких-то. Фонетика, наверное, тоже мне нравится, просто потому что она мне легко дается. А то, что легко дается, всегда всем нравится. Ну и вообще, как-то, да, не зря же я писала диплом про то, как учить вокалистов петь по-немецки. Так что, наверное, вот эти аспекты... Ну, опять же, мне как-то все по чуть-чуть. Грамматика тоже интересная бывает, хотя иногда выносят мозги, что уж тут говорить, особенно в древних языках. Особенно у тех, которые никак не похожи там на те, что ты уже знаешь, например. Следующий был вопрос про любимую песню на испанском языке. Тут тоже все интересно, потому что я... Когда меня вообще спрашивают, а есть ли у тебя любимая песня, я впадаю в какой-то ступор и говорю про то, что, ну, в принципе, поскольку я, так сказать, вольная птица и выбираю себе репертуар сама, и никто его не диктует сверху, что ты должна спеть вот это, тебе надо на таком-то концерте выучить вот это, то есть может быть направление, но не конкретная песня. И когда ты сам выбираешь себе песни, в принципе, ты выбираешь то, что тебе нравится, то, что не ложится тебе на уши, так сказать, ты петь не будешь. Поэтому, наверное, все испанские песни, да и на других языках тоже, которые у меня есть, они мне нравятся. Я, когда все-таки подумала о том, что надо что-нибудь все-таки выделить, я подумала, что это не то, что любимое, это просто немножко более интересная, может быть, история. Вот я даю на нее ссылку, она сейчас всплывет в виде подсказки у вас, можно по ней перейти и посмотреть. Почему я выбрала этот номер? Ну, потому что я всегда люблю такие песни, в которые, кроме вокала, удается внедрить что-то еще. Ну, у меня вот есть флейта, с флейтой много всяких номеров разных у меня выставлено. Ну и вот в данном случае это кастаньеты, как бы что ж еще можно в испанские песни-то включать. И вот, когда хорошо подходят вот какие-то, скажем так, аксессуары еще, кроме голоса, это всегда очень меня радует, потому что это как-то оживляет номера, и их интереснее смотреть. Следующий вопрос. Что для меня самое главное в новом языке или в новой стране? Ну, в новом языке, наверное, это слушайте, ну, наверное, чтобы, во-первых, по нему были какие-нибудь достойные пособия, потому что без них все-таки сложно, а во-вторых, чтобы, в принципе, был какой-то привлекающий меня материал, ну, опять же, языки выбираешь всегда из каких-то собственных интересов, и, слава богу, пока у меня не было ситуации, когда мне надо было учить какой-то язык по неволе. Вот, наверное, вот это самое главное, то есть, чтобы были какие-то ресурсы и для вдохновения, и для изучения, а в новой стране, наверное, ну, во-первых, знание языка, опять же, потому что я не буду себя чувствовать комфортно в той среде, чей язык я не знаю вообще никак. Это очень сложно, это неудобно, и постоянно ходить с Google Translate там под рукой тоже неудобно. Поэтому вот это, ну, и вообще, насколько, насколько мне близка культура, менталитет и так далее, то есть, насколько она мне интересна, насколько я понимаю, что я могу писаться туда хотя бы на какое-то короткое время, и что там есть интересного для меня, и, допустим, что можно посмотреть, куда можно съездить, что можно попробовать в конце концов. Вот, наверное, вот эти вещи. Мы приближаемся к концу, у нас предпоследний вопрос, который, честно говоря, был очень неожиданный для меня, как так получилось, что столько существует немецкоговорящих композитов, почему немецкой классической музыки так много? Ну, очевидно, был подтекст, что вот не во всех странах же так, и вот почему у них такое получилось. В самом деле, я подумала тут о том, что да не только у них так получилось, и тут сложно выделять какие-то факторы. Ну, в конце концов, у итальянцев тоже было огромное количество композиторов, да и на самом деле их очень много во многих странах, ну, давайте Европу возьмем, да, просто мы их не знаем. Я, когда училась в университете, меня как-то всегда привлекало исполнять произведения разных не очень популярных композиторов. Ну, я думаю, сейчас мне это нравится на самом деле, но вот в те годы я, например, открыла для себя скандинавских классиков. Ну, кого вы можете назвать, например, кроме Грига и Сибериуса? Наверное, никого. Но, на самом деле, есть огромное количество шведских композиторов, есть даже целые альбомы у некоторых исполнительниц академических, вокальных, да, вот шведской классической музыки, камерной, романсов там всяких, их очень много. То же самое, например, с, что даже не европейский, да, вот, допустим, Китай. Да, абсолютно та же история. Очень много есть китайских композиторов, которые писали академическую музыку, то есть, классический, такой, да, ну, оперный, если хотите, вокал. Это я поняла еще, когда училась тоже в Немере, потому что у нас было очень много китайцев, и они очень любили петь своих композиторов. недавно я вообще наткнулась на корейскую классику, кто бы мог подумать, да, романсы на корейском языке. То есть, я все-таки склонна считать, что не то, что у кого-то так получилось, а у других нет, просто что-то мы знаем лучше, а что-то до нас по тем или иным причинам не доходит. И нам кажется, что вот есть немецкая вокальная там школа какая-то, есть итальянская, и как бы на этом все. Но на самом деле не все. Просто надо копнуть чуть поглубже, и тогда ты понимаешь, что, в принципе, у каждой страны, у каждого народа можно найти приличное количество композиторов, поэтов, чьи стихи становились романцами, например. И тогда как-то все это уже начинаешь по-другому осмыслять. И, наконец, последний вопрос. Сколько у меня языков и как часто я добавляю новые? Ну, сколько? Давайте считать значит немецкий, итальянский, китайский, испанский, ревежский. Это я сейчас все считаю по всем уровням вообще, что хоть как-то существует в моей жизни. Иврит, бенгальский, санскрит, это восемь, да? Что я еще забыла? Ну, давайте добавим хилый французский, так и быть. Да, вот иногда он все-таки пригождается. Вот, наверное, вот так. Ничего я не забыла, да? Ну, протугальский там где-то начинается. Только вот. Его даже еще, не знаю, правомерно ли считать. Как сейчас добавляю новые, ну, тут статистики особо и нет, но так получается, что раз в год точно что-то появляется. Если почитать мои итоги года, то там будет какой-нибудь новый язык. Итоги каждого года, да? Это вот. Будет что. В этом году я попробовала вот это, вот это, что-то из этого остается, что-то из этого уходит. Ну, наверное, да, где-то раз в год, но раз в полгода иногда что-то добавляется. Но я думаю, что пока я остановлюсь, потому что, мне кажется, я удовлетворила все свои такие вот грандиозные желания. Хотя нет, нет, у меня еще какой-нибудь славянский в планах стоит. Они все такие милые, так хочется что-нибудь попробовать, но просто куда, куда времени надо больше, чтобы это пробовать. Вот. На этой оптимистичной ноте мы победили все вопросы от подписчиков. Спасибо вам большое, во-первых, за то, что вы их прислали. Во-вторых, за то, что вы выдержали это смотреть. А в-третьих, я надеюсь, что вам было интересно и вы пришлете еще вопросов. Я очень их люблю, это всегда заставляет о чем-то задуматься и вообще интересно, всегда любопытно, что тебя спросят и что о тебе хотят узнать. Так что, если у вас появились после просмотра всего этого новые вопросы, пишите их даже можно в комментариях под этим видео. Я все отслеживаю, все читаю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на блог и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok